так а сейчас 1 2 3 ну вот значит так и оставим хотелось микрофон дополнительный но будем как есть собственно говоря суть сегодняшнего стрима эта прогулка как уже видно из названия по московскому проспекту мы в московском районе можно сказать мы по середине московского проспекта на станции метро московские ворота они только что у нас были в кадре вот там за елочкой в коробочке стоят под реставрацией конечно же всю красоту их мы сегодня не разглядим посередине московского проспекта можно так посчитать что из 9 километров с лишним которые он протягивается можно сказать таким меридианом для санкт-петербург московские ворота одна из 7 станций метро которые находятся на московском проспекте и вот мы получается посередине пойдем сегодня в сторону центра к началу московского проспекта это синая площадь следующий раз соответственно пойдем в сторону площади победы в сторону аэропорта следует отметить что наверное туристы не должны никаким образом обделять внимание московский проспект много есть чего тут интересного сейчас по ходу попробуем разглядеть и увидеть выдвигаемся заодно украшение к новому году посмотрим мы уже видели как украшен невский проспект видели как украшен центр в лице дворцовой площади но вот сейчас московский проспект конечно же будет немного отвлекать шум от дороги к сожалению мне ничего к сожалению московские ворота одни из триумфальных ворот можно сказать строились конечно же честь и во славу русских побед частности русско-турецкой московской войне с персией по-моему и московские ворота выполнены из чугуня они чугунные да сами колонны полы внутри но все из чугуна начинает петербурге подмораживать сейчас порядка наверно минус четыре минус пять ощущается конечно же гораздо похолодней вот такие пенделябры на фонарных столбах и насколько я понимаю они на всем протяжении московского проспекта нас будут сопровождать здесь у нас балалайка здравствуйте что мы здесь видим здесь санкт-петербургская детская музыкальная школа имени Василия Васильевича Андреева в большей своей части московский проспект санкт-петербургской застраивался наверное сказать при Сталине нас будет сопровождать архитектура пока что стиля сталинский ампир ближе к Синой там уже все что за обводным каналом это дореволюционная история сейчас мы в районе историческом московская застава двигаемся в сторону Синой повторюсь пойдем пройдем по историческим районам от них уже и следата не осталось лишь на бумаге горячее поле быки это уже ближе к обводному будет горячее поле это дореволюционная свалка можно так сказать смотрите кого тут дом дореволюционный за ним вдалеке светятся высотки элитного жилья московский район один из самых дорогих по недвижимости по ценам за квадратный метр дореволюционная 3 сразу здесь у нас святого владимирской школы Это адрес московский 104 Так, что здесь у нас написано? Воскресенский Новодевичий монастырь Святая Владимирская школа, да Нас чуть впереди ждет Воскресенский Новодевичий монастырь Внутри заходить не будем Пройдем, конечно же, мимо Мало ли кто нас какой-то спримет Если кому не сложно, напишите, пожалуйста, в чат Сильно ли мешает шум проезжающих машин Воскресенский Новодевичий монастырь Никто не пишет, видимо не мешает У нас минус пять По-моему Руки мерзнут Так, справа у нас Заведнелся стадион московский М-м-м-м-м-м-м-м Руки мерзнут Заведнелся наPatty П写 besteht Советности Подписывайтесь Анастuf Моя Отрогая Продолжение следует... 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 какой-нибудь как-нибудь так обозван собственно торговля отошла не в плане что вы приходите и тут покупаете на 10 шкурок норки а какая-то такая типа бирже что ли было оптовой слева здание в защитной сетке это не узнаю в гриме его не могу вспомнить кто там здесь московский 96 это школа простая мне вот хочется рассказать и показать дом под адресом московский проспект 73 я что-то пока не понимаю он должен быть с той стороны дороги слева потому что мы идем по отчетной стороне возможно стран нечетная вот сам дом московском под номером 73 имеет в народе название дом со звукоизоляцией дом экспериментальный интересен тем что уже тогда решили попробовать не совсем только звукоизолировать сумма изолировать сам целый дом так были спроектированные планировки квартир что спальни все выходили во двор а соответственно кухни и гостиные на проспект чем шумоизоляция обеспечивалась так зеленый конечно же здесь уже есть дома позднего советские и вот такие современные не только сталин да кстати всех с наступающим новым годом Сегодняшний стрим такой экспромтом и внезапно первый в заместительство и последний в этом году. Так уж календарь распорядился, что последний. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здесь вот некий новострой с диким-диким закосом под старину. Субтитры сделал DimaTorzok Хочется экспериментально и как раз у него кухни, гостиные, лестничные площадки Они все выходят на эту сторону, на Московский проспект, а спальни во двор. Первые этажи сразу и изначально были уже сейчас под коммерцией, А тогда средства в соезде, ну под кафе, под какие-то магазины, Союз торговли. Вот такой вот дом с шумоизоляцией. Справа у нас, познакомьтесь, институт детства. А мы потихонечку уже подошли к станции метро Фрунзенская. Она нас вот прямо по пусту, с той стороны дороги. А это значит, что мы на территории исторического района Быки. Кто-нибудь знал, что было такое? А было... А было еще с 1800-х, начало 1800-х годов. Здесь была скотобойня. Сейчас будем проходить, покажу главное здание. Сюда сгоняли скот и, соответственно, здесь была же скотобойня. И все, что... Отходы производства и прочие отходы из Петербурга, как раз дальше по Московскому проспекту свозилось на горячее поле. Жилой застройки практически не было здесь. Но хотя сам Московский проспект — это бывшая дорога до Петербурга. Первое основное ее было предназначение. Дальше это стало главными воротами Петербурга в направлении Москвы, аэропорт. ВОЗГУ. 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 Так, здравствуйте, привет из Минска. Надо бы протереть линзу. Так... Линза... Протрись. Так... Не знаю, стало ли лучше. Привет. ВОЗГУ. 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 По крайней мере, у меня в экране видимость хорошая. ВОЗГУ. ВОЗГУ. Это основное, или первое, как раз, вот, той самой Скотобойни. на входе некогда стояли две скульптуры быков потом они конечно же переехали когда мясокомбинат переехал отсюда это же прародитель мясокомбината Самсон заглянем здесь во двор здесь во двор двор и на московском проспекте есть арочка скажем так после обводной его части как водится внутридворовые флигеля закулки закуточки счастья ну вот тут ходим обратно на московский в начале была четкость может быть это какие-то проблемы с качеством моего интернета так вот так вот про быки был мясокомбинат самсон уехал на более дальние окраины южные Петербурга на этой территории был петмол петмола тоже не стало и сейчас вся его территория застроена элитным жильем самым что ни на есть дорогим в Петербурге не считая конечно же крестовского острова недалеко они ушли станция метро Фрунзенская находится можно сказать прямо на берегу ну или там двух минут от обводного канала слышал как кто-то говорил с ударением обводного на берегу обводного канала некогда граница царской России еще до Николаевской граница Петербурга была как раз по обводному каналу здесь заканчивалась что ли жилая часть начиналась промышленная дальше если налево по обводному каналу туда почти в конец там же находится красный треугольник завод резиновых изделий всевозможных и прочее производство мы ждем светофор на берегах обводного канала располагались и располагаются но уже не действуют газгольдеры то бишь это хранилище газа скорее всего даже природного которым очень непродолжительное время освещались улицы Петербурга были фонарные столбы на газе так украшен обводный канал пришли мост через московский московского проспекта через обводный канал как мы можем видеть лед такой не сильный ходить бы я по нему не стал понятишь нажим так а мы перешли обводный канал оказались совсем исторической части не сказал Петрограду Петрограду Ленинграду Петербурга Санкт-Петербурга тут уж кто как любит справа у нас будет если я опять ничего перепутал справа у нас будет исторический район Семенцы где партировался и располагался Семеновский полк слева нет сегодня проспект космонавтов остался за спиной сегодня мы двигаемся в сторону стеной площади проспект космонавтов возможно там было бы неплохо летом пройтись так вот справа у нас Семенцы слева у нас Измайловский округ ну и соответственно слева распортировались располагался Измайловский полк слева у нас улицы которые перфендикулярны Московскому проспекту очень похожи все названия отличаются только цифрой улицы Красноармейские первая вторая третья и поехали в этой части уже Московский проспект стал поуже поменьше всего лишь три полосы здесь по крайней мере три полосы в сторону центра и две полосы в сторону площади Победы опять же такое сочетание архитектуры абсолютно разных стилей такая вот вставочка из красного кирпича в своем вроде тоже красиво в в кирпича Субтитры сделал DimaTorzok С той стороны дороги располагается очень примечательный объект Верстовой столб с солнечными часами Вот прямо-прямо по кадру, в центре экрана Там на нем изображена цифра 21 И помимо просто этого верстового столба Их не так много остановило, осталось на проспекте На некоторых были еще солнечные часы До сих пор ходят Ну не всегда в Петербурге ходят его, солнце-то не всегда А справа у нас парк Олимпия Это вот за вершеткой И тут все виднее было Парк с именем Олимпия Один из самых молодых, наверное, парков Петербурга Был разбит после войны Великой Отечественной Где-то в конце 40-х годов уже Опер 47-м Сейчас, как мы видим Прямо по центру парка И громадное видео Вот и все Елочка такая футуристичная у них здесь Здравствуйте Будто людей маловато Наверное, соглашусь Но и замечаю, что чем ближе к центру Тем людей больше Вот в той части Московского Где мы шли от Московских ворот до Фрунзенской Правда, прям мало Прям мало Но там и жилых домов поменьше Здесь слегка погуще будет Ну а на самом технологическом институте Это уж Попрут Потоки Со всех сторон Прикольный дом С такой башней Опять же Правая часть Это, конечно, дореволюционные здания А сама башня Это уже советская, сталинская история Очень похожая, как дом генералов На парке Победы Редактор субтитров Переход через Клинский проспект Разрешен Переход через Клинский проспект Разрешен Клинский проспект Это приятно, когда кафешки, магазинчики Начинают украшать К Новому году, Рождеству Свои входные группы Когда вот как раз и начинаешь проникаться в духом Нового года Время кому интересно И хочет сравнить 18.35 Число 29 декабря Это у нас есть сомневающиеся В актуальности видео Бывают такие Говорят, что ты нам гонишь Что-то у тебя ноябрь Снега-то нет Обычно мы с ним просто в отеле Даже подключи именно XLR Через сплиттер двойной Так Пирожковая и Тушечная Одно из Отличительных черт Петербургского лексикона Наряду С поребриками Кура и гречи Это пышки Не пончики А пышки Архитектурно-строительный Университет Написано на портике А мы вот уже Доковыляли до Технологического института Николай I И тут свою руку Оставил Руку оставил Приложил свою руку Основав Технологический институт В нем планировалось Обучать Будущих Управленцев Фабрик И заводов И их Цехов И там Таких Живот Заводов Вот Получается налево Я повернул налево Прямо у нас уходит Троицкий проспект Там виднеется Синим куполом Звезд сейчас на нем не видно Но в солнечную погоду И Днем Отлично Переливаются звездочки Видны на нем Троицкий собор То есть это Собор В котором Измайловский полк Проводил свои ритуальные Мероприятия А вот Сам вход Технологический институт Мы получается На углу Московского проспекта И Загородного Такая у нас здесь Разбилочка Вот Прямо по По курсу Это первое здание Построено там В стиле Неоклассицизма Или Тополя Ну а дальше Уже По кругу Все эти здания Здесь И Военные Университет Там был вход Это выход Со станции метро Технологический институт Сейчас мы немножко Пойдем по загородному До светофора Это направление К Витебскому вокзалу Станция метро Пушкинская Дальше Владимирская Достоевская И потихоньку Можно дойти До Невского проспекта Там Загородный Плавно превращается До Владимирский проспект В тот Свою очередь Плавно превращается В Литейный Вот где мы сейчас находимся Это Семенцы Вот все Что по правую руку Это все Семенцы По-моему Если не ошибаюсь Сергей Шнуров В Семенцах Выросли Над загородным проспектом Весят такие Светастые штуки Со штурвалами Да и все Оп Держим Всегда ходила В историческую Пушечную На конюшен Когда Приезжала в Петербург Так Ничто Вас не останавливает Она на месте Также Там Поблизости Есть Пушечная В гостиных Дворах Есть Ну В той части Которая Выходит На Садовую Улицу Также Неплохая Вам скажу Пушечная Надо Кстати Проверять Не закрылась Ли она В пандемию На Углу Банковского Переулка И Садовой Улиц Была Неплохая Тоже Людей Поменьше Очереди Практически Нет А как По мне Пышки Да те же Самые У Мариинского Театра Была Пышечная На Декабристов Вроде Тоже Нет Уже А На Конюшиной Да На Месте Очереди На Улице Все Как Полагается Так Что Мы уже 52 минуты Идем. Такая хорошая подсветка в здании, что порой кажется, что и фонари не нужны. Или идешь как днем. Достаточно много света со всех сторон, рассвет рассеянный. Голоза не напрягаются. Субтитры создавал DimaTorzok Вот мы, получается, прошли от Московских ворот станции Дальше метро Московские ворота, дальше Фрунзенская, дальше технологический институт и вот у нас остался четвертая станция, это Синная площадь. Здесь у нас, мне не интересно, какой-то медицинский многопрофильный центр. А прямо по нашему курсу показался университет путей сообщения. Для кого-то и в народе тяга. Но не оскорбляйтесь. Синная уже прям чуть-чуть. Там, если останется время, на Синой заскочим в одно из молодых и недавних мест, где можно вкусно поесть, попыть, что-нибудь модное прикупыть. Все увидим. А мы подошли к реке Фонтанка. Синная площадка. Синная площадка. Синная площадка. Кстати, фонтанка, в отличие от обводного, так-то больше во льдах, в снегах, виднеется четыре трубы плановых лапы, ноги. Кто учился вдруг в университете по телесообщения, поставьте лайк, напишите комментарий. Как-то выглядит очень сильно безжизненно, здание. Не знаю, что там сейчас. Ветер задувать начал. Кстати, вопрос об исторической пышечной. На Московском проспекте есть историческая пирожковая, но она в направлении площади Победы, а это в следующий раз. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В эту арку можно попасть на задворки Синого рынка. Склады... Маслиманская мечеть... Продолжение следует... 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 для отделки некоторых домов, такие есть на Васильском острове, на Петроградке, где такой, как бы не имитация что ли, кирпича или там под, бывает прям глазурированной плиткой, фасады выложены, вот та история сейчас, плитка у всех только ванных, а тогда дома отделывали здесь центральный вход на стенной рынок конечно же туда мы не пойдем но кто знает, тот знает как говорится, если надо объяснять, то не надо объяснить вот здесь уже начинается Петербург Достоевского такие места, события в его романах зачастую происходили здесь, потому что эти места были прототипами здесь уже совсем два шага и его на канале Грибоедова здесь мы упираемся в Садовую улицу по которой можно быстренько дойти до гостиных дворов Невского проспекта, а там если дальше двигаться по Садовой, то и на Марсово поле Троицкий мост, Нева, все дела вот мы на Сенной здесь уже людно достаточно здесь уже, видимо, люди все кучкуются и прощаются после рабочих корпоративов все уходят в выходные вот доказательства станция метро Садовая так, у нас час 06 есть время выйдем на улицу Ефимова ну, собственно, чуточку подытожим такой промежуточный итог прошли от московских ворот до Сенной площади это у нас заняло около часа больше но мы не спешили здесь лучше перейти для непетербургцев объясню, что станция три станции метро находятся на Сенной площади ну, почему три? потому что три ветки метро здесь пересекаются и можно по кругу с ветки на ветки перемещаться вот так вот какие реакции на блогеров нету назначенные нету назначенные на улице Ефимова не знаю, для кого-то важная информация но на Сенной рынок есть три варианта как попасть это со стороны московского проспекта вот со стороны Ефимова улицы и со стороны набережной фонтанки так а мы, как уже, может быть, кто-то догадался и догадывается идем в Сено да-да, вы не ослышались Сено бары, рестораны, офисы и магазины и магазины здесь некогда уже разрушающихся практически некоторые здания которые прямо софт ухл а это были раньше склады сенового рынка в Сеновом рынке торговали сеном как ни странно повозками телегами все что упряжью все связано отсюда и название Сена очень красиво как по мне эту историю обыграли сделали так попробуем заглянуть вот с этой стороны не знаю здесь открыто или нет раз почищено то да опа сцена сцена мы тут опять я люблю с тылов заходить почему то что мне так везет о и здесь ярмарка это что-то кто узнал кто гадает мелодию с одной нотой откуда эта мелодия раз три два один по моему слово пацана так винтовая лестница посмотрим как это со второго этажа выглядит вот свеженькая очень как будто бы новодел но не новодел совсем не новодел всякие модные шмоточные истории елочка у них своя здесь стоит пианино с общим доступом ну и можно поиграть если умеешь но если не умеешь тоже можно поиграть это у кого совсем нет чувства скромности прекрасного прекрасного спускаемся что-то продают собственного производства ручной работы что-то свечечки мыльца что-то вязаная история что-что-что-что нет прям стрим свечи все кто на стриме заберем свечи в Санкт-Петербурге в ресурсе чтобы быть в ресурсе чтобы быть в ресурсе и в чувствах да и в чувствах и в себе сейчас я паркнул у вас на слухом положении можно ли запросить без можно так это наверное какой-то а у вас тоже свечи у нас свечи из натурального пчелиного воска и бомбочки и бомбочки кому нужны бомбочки все в сено спасибо не реклама просто проходим мимо тут какие-то истории а как это что называется какие-то ловцы с макробытки либо паку интересно первый раз вижу а с такими деревьями намного увидеть ли ага ладно будем знать спасибо здесь художество гирляндочки здесь горячий кофе ну и концерт внезапный внезапный концерт здесь у нас стрим до сюда вот мы в сене и сейчас я выхожу из а здесь человечек тоже стримит неоднозначные скульптуры человек лягушка неоднозначно Человек с кругом, тут, наверное, человек-козак. Здесь арка в стиле атлас-лампас. Ну и вся эта история располагается между, с одной стороны улица Ефимова, с другой стороны улица Горохова. Если не ошибусь, здесь три корпуса. Вот мы идем, то есть мы видели один, второй, идем в третий. Или не корпус, а три двора, вот три двора. Здесь двор с баревичами, можно вот туда наверх по лестнице подняться, слева и справа. Видимо, и здесь тоже по лестнице можно. А G-47 означает Гороховая 47. Как-то странно. Ну, не знаю как. Давайте я вот туда. В принципе, все. Стена закончилась, прогулка закончилась. Я даже почему-то согрелся. Куда бы мне поставить штатив. Вот сюда. Да, я буду виден, наверное. Ну, собственно, спасибо, что посмотрели стрим. Спасибо, что посмотрите или смотрите уже в записи. Постараюсь, возможно, если пойдет, зайдет. Посмотрим по этим всем лайкам, просмотрам. Если такой формат зайдет, прогулок по Петербургу, я его продолжу. Сильно прошу не ругать всех с наступающим Новым Годом. Год дракона, високосный год. Все, что вот это вот свалилось в кучу. Всем пока. Спасибо.